Всем привет! Это новости из Турции. Первая новость печально для россиян, пользующихся картой платежной системы МИР в Турции. Крупнейший частный банк Турции под давлением Минфина США отказался работать с системой МИР. Банк Турки Ишбанкасы останавливает работу с российской платежной системой МИР после рекомендаций турецкого Центробанка. Ранее СМИР перестали работать ряд отелей в Турции. Напомним, что в Минфине США объявили, что готовы вводить санкции против любого, кто будет продолжать работу с российской платежной системой. Но это еще не все. Денис Банк последовал примеру Турки Ишбанкасы. Банк также приостановил работу с системой МИР. Он стал вторым банком, отказавшимся от работы с российской платежной системой из-за опасности попасть под санкции Минфина. США рекомендует организациям прекращать всяческое сотрудничество с системой МИР. Что интересно, Денис Банк имеет представительство в России, однако российские карты, видимо, обслуживать не собирается. На данный момент два турецких банка прекратили работу с картами МИР. Это Ишбанк и Денисбанк. Такие банки, как Вакивбанк, Зираатбанк и Халкбанк подобных заявлений не публиковали. Продолжат ли они работу с российскими системами МИР, пока неизвестно. Следите за нашими новостями. Следующей новостью стала криминальная новость, в которой замешан наш соотечественник. В Турции задержали психа, который забил своих родителей молотком. Мужчина уверяет, что совершил, цитата, правильный поступок. Дмитрия Степанова, больного шизофрении россиянина, забившего своих родителей молотком, задержали в Турции. Для его поимки местная полиция сформировала спецотряд. Молодой человек недавно вышел из психбольницы. Родители взяли его с собой в Анталию на отдых. Там Дмитрий и совершил убийство. Он забил родителей молотком, а потом задушил их проволокой. Свою казнь мужчина снимал на камеру. На такой поступок его спровоцировала ссора. Отец погиб сразу в отеле, мать скончалась позже в больнице. По неподтвержденным данным, это не первое убийство Дмитрия. 8 лет назад он забил молотком своего друга. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч!